13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит Дмитрий Курдюмов. Это секретарь общественной палаты Кировской области третьего созыва и главный врач Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Вы говорила. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Я знаю, что вы к нам бежите буквально с рабочей группы по дорогам, которая сейчас существует при общественной палате. Вы общественно контролируете ремонт дорог. Да, там очень жаркая дискуссия. Причем тот самый случай, когда мы высказывали сейчас те замечания, те предложения, которые, по мнению рабочей группы, должны быть учтены в процессе формирования аукционной документации, укладки дорожного покрытия. Привлекли к этой дискуссии представители ГИБДД, в общем-то, и главных распределительных средств, и заказчиков. Поэтому, да, дискуссия жарко идет, а я вот прибежал к вам, да, для того, чтобы... А вы пришли докладывать о результатах. А замечания вы высказали кому? Ну, наверное, нужно стоит начать с того, что сейчас мы, как бы, шла речь о том, в самом начале, и, наверное, многие писали даже об этом, и ожидалось, что общественный контроль может стать формальным. На самом деле мы и сами этого опасались, потому что ни в коей мере не хотели все это так формализовать и делать посредственно. В то же время мы на начальном этапе боялись, что для производства ремонтных работ достаточно сжатые сроки. И с учетом соблюдения норм, скажем так, действующего за качество по подготовке проектной смертной документации, по проведению аукционных процедур, по проведению ремонтов работ, нам не хотелось быть одним из тех, скажем так, по чьей бы вине, в связи с большим количеством замечаний, работы не будут выполнены вовремя. Да, мы сразу об этом со всеми проговорили. И сейчас наши принципы основные. Первое, мы, если высказываем какие-то замечания, мы подкрепляем эти замечания какой-то конкретной нормативной правой базой, мы подключаем к процессу проведения общественного, скажем, контроля общественных инспекторов и экспертов компетентных в различных этапах. Дальше мы ни в коей мере строим свою работу таким образом, чтобы не усложнять работу и с заказчиком, и, скажем так, главным распределителем бюджетных средств, да, в соответствии с федеральным законом. Ну и, безусловно, мы пытаемся и влияем, на мой взгляд, на качество проведения работ исполнительными по контрактам. Есть небольшие, скажем так, подвижки. Естественно, все это происходит пока что в ручном режиме, но о каких-то, скажем так, условно говоря, победах можно уже говорить. О каких победах? Давайте к конкретике перейдем. Ну вот, что касается, я буду говорить в целом, наверное, скажу, что нами высказано и где есть какие-то подвижки. Что касается первого этапа, мы говорили о том, что мы будем контролировать этап размещения заказа. Изначально мы высказали опасение, что подготовка проектно-смертной документации и голосование на сайте общественной палаты должны идти к каким-то участкам дорог, которые, по мнению граждан, должны быть, естественно, отремонтированы. Участки дороги должны иметь проектно-смертной документации, либо она должна быть разрабатываться. Но мы поговорим с вами еще про голосование на сайте палаты. Эти сроки должны были быть максимально сокращены, потому что проведить процедуру размещения заказа без готовой проектно-смертной документации невозможно. Дальше мы, я участвовал в Совете муниципальных образований, на рабочей группе мы разговаривали о том, как сократить сроки подготовки всей необходимой документации и высказывали опасение, что, ну, нельзя затягивать, потому что лето у нас, можно сказать, в разгаре, да, а ремонтные работы еще идут не так активно. Сразу же мы уделили внимание о том, какой вид работ выполняется, потому что мы знаем, что есть работы по капитальному ремонту дорожного покрытия, есть работы по ремонту дорожного покрытия, есть работы по содержанию. И с учетом того норматива, который, в общем-то, был доведен до нас, ну, скажем так, условно, федералами, выполнять работы по капитальному ремонту невозможно, да, соответственно, мы сразу же договорились, что это работает по ремонту, на который распространяется гарантия. Мы уделили большое внимание вопросу гарантии и тем случаям, когда гарантия, ну, скажем так, условно перестает существовать в связи с тем, что слой, скажем так, базовый, основной, не ремонтируется в процессе ремонта. Ну, то есть это участки дорог, которые отремонтированы, где на работу еще действует гарантия, но гарантийного ремонта никто не требует. Нет? Мы правильно понимаем? Нет, мы говорили о том, что гарантия, она, безусловно, в контрактах есть, но в связи с тем, что подушка, да, либо основа не ремонтируется, то повреждение от слоев положенных и на которых распространяется гарантия, там, она происходит из-за того, что, ну, ползет нижний слой. И, соответственно, слой как бы гарантийный перестает таким им быть. Дальше мы вот сегодня разбирали очень важный, на мой взгляд, вопрос о том, что да, мы, и рабочая группа согласилась, что нельзя уйти от понятия содержания дорог. И в соответствии с приказом 402-411 Минтранса, те виды работ, которые относятся к этому понятию, должны существовать для того, чтобы закрывать, ну, скажем так, латать ямы, осуществлять ямочный ремонт. Но сегодня высказали мы вполне конкретное предложение, потому что основное замечание граждан, скажите, а как учитывать объем работы и оплачивать, когда много ям наремонтировано? И сегодня мы высказали консердированную позицию, довели ее до заказчиков по контрактам о том, что мерить нужно не постфактум вот те участки дорог, на которые призван ямочный ремонт, а включать в контракты в соответствии с действующим и законодательным условием, по которым бы вот эти участки, на этих участках дорог работы проводились, ну, безусловно, в объемах контракта, но объем работ на этом участке согласовывался с заказчиком непосредственно до проведения. То есть можно считать не после уже, а оценить участок дорог, выехать, посчитать, обмерить ямы, отразить все это в соответствующем документе в рамках контракта и приступать к ремонту. Все очень просто. Здесь налицо преимущество, можно увидеть, а сколько в рамках от этого контракта ушло на этот участок дороги, где-то можно в процессе согласования расширить эти участки и так далее. То есть здесь уже решение полностью принимается заказчиком, а не на месте проведения работ, в большей степени еще и исполнителем. То есть я думаю, что это очень важно, и мне бы хотелось, чтобы эти замечания были проработаны на первом этапе. И здесь у нас, естественно, работают юристы, и мы подключаем специалистов контрактной службы, потому что здесь речь идет о 44-м федеральном законе, и какие-то либо сверхтребования, ограничивающие конкуренцию, естественно, здесь неприемлемы. Что касается второго этапа, это непосредственно общественного контроля, это контроль за исполнением работ, скажем, организациями, исполнителям, как те, которые выиграли аукцион. Подрядчики. Подрядчики, да. Подрядчики. Здесь у нас тоже выезжают на места не только активисты, но еще и люди, кто непосредственно раньше трудился и имеет опыт в укладке асфальтобетонного покрытия. Естественно, мы задаем вопрос. Наши активисты, инспекторы выезжают на участки дорог, кладе информацией в рамках какого контракта происходит этот ремонт. Они понимают, какой слой здесь, должна ли быть фрезеровка, толщина выравнивающего слоя, толщина защитного слоя, участок дорог. То есть все необходимые информации владеют. Я могу сказать, что даже если возникают какие-то вопросы, то мы имеем возможность переписываться, скажем так, с аппаратом общественной палаты в чате, где эти вопросы могут в любое время нададать должное Симакова, фактически в новой ночи решаются, и мы получаем ответы. Но, насколько я понимаю, ваши активисты, участники, рабочие группы, эксперты имеют список тех дорог, где сейчас идет ремонт, имеют проектно-сметную документацию. Да. И, соответственно, выезжают туда инспектировать. Накануне, буквально, скажем так, с утра или днем, мы получаем от администрации города Киров перечень улиц, на которых планируется ремонт. Естественно, все это зависит еще от погодной обстановки. Дальше этот перечень доводится до общественных инспекторов. Мы формируем уже группы, кто куда выезжает. Под каждую улицу общественные инспекторы получают информацию, в рамках какого контракта происходит ремонт. Соответственно, очень важно понимать, какой объем необходимо контролировать, что в соответствии с документацией там планируется сделать. И на месте уже, естественно, оценивается качество укладки, укладки технологии. Вот сегодня мы разбирали вопрос, на наш взгляд, некачественной подготовки основания. Мы выяснили, что есть требования о подготовке основания, но оно должно быть очищено. Да, мы выезжаем на место... Основания у нас что? Это что? Это песок? Нет, после фрезеровки мы видим старый слой асфальта, который должен быть очищен, и дальше он должен пролить битумом. Соответствующим битумом... Вот у нас было замечание, что, в общем-то, на наш взгляд, площадь, обработанная битумом для нормальной адгезии с новым асфальтобетонным покрытием, мала. Мы получили ответ, вы понимаете, в соответствии с ГОСТами. Там только 300 грамм на метр квадратный. Но совершенно понятно, что, наверное, главная характеристика это не количество грамм на метр, а площадь укрытия этими 300 граммами. Но здесь мы получили ответ, что есть только 300 грамм, поэтому, соответственно, предложение будет в адрес всех исполнителей и в адрес заказчиков контролировать не только объем, обработанный на метре квадратном, но еще и площадь, которую покрывают этим битумом для нормальной адгезии. То есть вопрос нормальной подготовки к укладке. И мы видим буквально вчера наши общественные инспекторы, надо сказать, до последнего... До глубокой ночи. До глубокой ночи, бывает, и до двух, до трех часов ночи. Потому что большая часть работы идет ночью. Они выезжают на места и переписываются в чате, обмениваются информацией, высылают фотографии, рассказывают о том, какие-то вопросы возникают, они их высказывают подрядчикам. Вот сегодня переписка шла, наверное, до... Где-то в первом часу она закончилась. И как раз диалог шел. Скажите, а почему вы так плохо готовите и на одном из участков дорог? Как раз после того, как наши общественные инспекторы вмешались исполнителям, ну, были, так скажем, несколько пересмотрены, в принципе, подходы к подготовке основания для укладки. Нам сейчас надо прерваться, к сожалению, Дмитрий Александрович, у нас реклама. Я напомню, что это особое мнение Дмитрия Курдюмова. Мы сейчас уйдем и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это по-прежнему особое мнение Дмитрия Курдюмова, секретаря общественной палаты Кировской области и главного врача Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. И, как ни странно, мы продолжаем про дороги. Да, у нас здесь не менее жаркая дискуссия, чем та, которая происходит сейчас на рабочей группе, в общественной палате. Ну и, наверное, надо рассказать о том, что же все-таки делают наши общественные инспекторы. Да, как работают общественные инспекторы на месте, что они там делают. Фотографируют с линейкой, ходят, все меряют с рабочими, ругаются. Вы уже все перечислили, да, это действительно так. Они приезжают на место, они, во-первых, смотрят на то, чтобы есть обязанность у исполнителя по контракту ограничивать дорожное движение. То есть не перекрывать дорожное движение, это делается по распоряжению администрации города Кирова, заранее выпущенными там и так далее, а ограничивать движение по участку дорожного полотна, который ремонтируется, выставлять регулировщика, знаки, если необходимость. Мы даже выяснили сегодня из ГИБДД, что выставляют и светофоры, так или иначе это обязанность исполнителя по контракту подрядчика. Это первое. Что бросается в глаза. Второе. Здесь действительно, владея акционной документацией, оценивают толщину, ну, прежде всего, подготовку основания, о чем мы говорили, как проведена фрезеровка, насколько, ну, скажем так, качественно, не только в соответствии с ГОСТом, осуществлена проливка основания и подготовлено основание для отладки светобетонного покрытия. Да, общественные инспекторы их располагают при себе линейками и могут измерить слой выравнивающий. Если в техническом задании там у нас выравнивающий слой до 3 сантиметров, понятно, что он может быть там и меньше, но в целом мы смотрим, чтобы это было в рамках разумного, он везде присутствовал. Основной слой защитный идет константа 4 сантиметра. Здесь уже, в общем-то, каких-то отступлений не бывает. Безусловно, один из вопросов достаточно сложных – качество используемых материалов. Этот вопрос и сегодня обсуждался. Здесь говорит о том, что мы на глаз можем определить, что за материал используется. Это очень сложно. Мы можем попросить только сертификаты соответствия. Мы сегодня выяснили, что является, скажем так, в соответствии с действующим заказчиком, необходимым условием наличия на ремонтированном участке представителя заказчика, не меньше, скажем так, должности не меньше бригадира, наверное, у которого… То есть постоянного нахождения там представителя заказчика. Это и, ну, скажем так, ограничение движения транспорта, ограничение движения по участку дороги. Это нахождение там представителя заказчика. И общественные инспекторы могут посмотреть, попросить соответствующие сертификаты, необходимые документацию на используемые материалы. Но окончательное решение, безусловно, это вырубка, это независимые лаборатории, только те, которые могут оценить, а что за материалы используются. Но я могу сказать, для тех экспертов, о которых я говорил, привлекаются профессионалы, для тех экспертов, которые работают давно, даже на глаз они могут определить, что есть вероятность того, что это вот не совсем то. А что это за люди, профессионалы? Вы знаете, это останется секретом. Это люди, которые раньше принимали участие в укладке из фортавитного покрытия. Так или иначе, мы их привлекаем, они выезжают не одни, выезжают мы с общественным инспектором. Если возникают вопросы, мы созвонимся и спрашиваем, правильно ли мы понимаем, что это должно быть так, и получаем соответствующий комментарий. А как на вас дорожники реагируют? Вот представляете, у нас укладка дорог всю жизнь была сферой, ну, такой, что называется, за семью печатями. Туда никто не имел доступа, все ругали дорожников, но повлиять на них никто не мог. А сейчас их приезжают и контролируют. Как они реагируют? Я считаю, что вот сегодня поднимался вопрос, даже со стороны общественных инспекторов, почему не на каждом участке дорог находятся ремонтированные представители, скажем так, заказчика. Но моя позиция, что общественный контроль был именно создан для того, чтобы, ну, посуществить максимальный охват, потому что на каждом ремонтированном участке дорог во время вот такого. Ну, не сказать, что незапланированного, но внезапного по объему ремонта дорожного покрытия, ну, невозможно присутствовать, да, заказчика. Поэтому присутствуют общественные контролеры. И мне кажется, лучше выслушать замечания здесь и сейчас, чем исправлять их постфактум. Я сам выезжал на общественный контроль нескольких участков дорог, и была совершенно нормальная реакция со стороны исполнителей. То есть, видимо, они уже информационно к этому подготовлены, они поняли, что общественный контроль, в общем-то, неформальный. И по итогам общественного контроля, после выездов, естественно, основное, инспектора не выезжают только поговорить. Они выезжают посмотреть, если можно высказать замечания, потому что не у каждого подрядчика все работники добросовестны. Наверное, это проблема многих работодателей. Поэтому, если они видят, что, может быть, не по вине руководства, а в связи с какой-то там ошибкой, либо безалаберностью, происходят какие-то нарушения технологии укладки, они высказывают и пытаются решить эти вопросы здесь и сейчас. Но по итогам выезда готовится заключение общественного эксперта, которое у нас, я думаю, в этот раз будет достаточно интересно. Мы планируем ее подготовить в течение, там, ну, до понедельника, условно говоря. Мы осуществили выезда более чем на 20 участков дорог, и в конечном итоге появится заключение рабочей группы, которая будет направлена в адрес и заказчиков, и подрядчиков, и в адрес главных распорядителей бюджетных средств по ремонту дорог. Ну, какие там рекомендации будут? Первая рекомендация – это рассмотреть возможность внесения, скажем так, аукционной документации на текущее содержание, ну, или даже на ремонт дорог, согласовывать объем на конкретном участке, потому что ремонт картами укладка асфальта, скажем так, в ямы, наверное, нужно договориться на берегу и осматривать, составлять дефектную ведомость до того, как эти ремонтные работы будут производиться. Ну, то есть правильно распределять объем работ, которые есть в конкретном контракте. То есть нужно планировать. Я думаю, это совершенно разумно, и могу сказать, что точно, что по небольшим объемам, такая возможность в аукционной документации, она рядом с заказчиками используется. Что касается проведения работ при таких, ну, скажем так, масштабных работ, конечно, сложнее, но это можно. Это совершенно правильно для того, чтобы понимать, а сколько на этот конкретный участок работ нужно положить асфальт, это контроль еще и исполнителя, потому что если мы согласовали на этот участок работ такой-то объем, положив меньше, естественно, будет претензия, положив больше, это уже ответственность кого? Исполнителя. Да, я думаю, это правильно, это рациональное отношение к объему, который есть, ну, это уже не денежность, это объемы, которые уже в контракте, по итогам аукциона. Ну, сейчас вопрос по гарантийным срокам, которые должны быть в аукционной документации фактически сняты, мы видим, что они есть везде. Дальше в адрес заказчиков идут рекомендации о необходимости и в адрес исполнителя, прежде всего, осуществлять не перекрытие, а ограничение движения по улицам, на которых проводится ремонт, и ссылка на действующее законодательство, в связи с чем они должны этим заниматься, уйдут в адрес заказчиков замечания по непосредственной технологии, безусловно, где мы можем ссылаться на ГОСТ, мы будем ссылаться на ГОСТ, где нельзя, мы будем ссылаться на здравую логику, потому что совершенно понятно, опять же, возвращаясь к тайму битума, мы можем вылить 300 грамм на 10 квадратных сантиметров, да, на 10% от площади, а можем мы равномерно, правильно распределить хотя бы на 50-60%. Ну, здесь вопрос несовершенства действующего законодательства, ну, везде, в общем, должна быть здравая логика. В ряде контрактов могут прозвучать, посмотрим, я еще не видел все акты общественных инспекторов, возможно, будут замечания по используемым материалам, но там, наверное, будет совершенно правильно со стороны заказчика отреагировать, и именно эти участки дорог взять на исследование вместе с общественными инспекторами. Вот основное замечание, я перечислил, да, мы видели еще и факты укладки асфальтобетонного покрытия. Ну, понятно, что разгон туч не входит в аукционную документацию, но так иначе все-таки неправильно класть асфальт в лужи. А это вот по технологии или не по технологии? Это не по технологии. Нас ведь часто дорожники убеждают, да что вы, у нас там горячая, укладка горячего асфальта, мы его хоть в снег можем положить. Да, мы слышали о том, что добавляются какие-то присадки, мы это выяснили, и услышали сейчас ответ Симакова о том, что по тем участкам дорог, где будут выявлены факты укладки в лужи, они просто там не будут приниматься. Вот это так прозвучало, я думаю, совершенно правильно. Но это не по технологии. Их не так много, но есть, я могу сказать. И тут тоже нас, могу сказать, что сразу услышали исполнители, прежде всего, о том, что нужно соблюдать технологию. Но, вы знаете, здесь как-то спалка о двух концах. Опять же, я не хочу, чтобы было основным аргументом, почему мы не успели в срок, нам не давали класть асфальт общественные инспекторы, мы не давали класть асфальт в лужи. Да, ну, опять же, дорог не так много таких, сразу хочу сказать. И сейчас, ну, укладка асфальта происходит в соответствующие погодные условия. Большей части мы это видим, большей части. Нам сейчас надо прерваться, к сожалению, Дмитрий Александрович. У нас снова реклама. Я напомню, что это особое мнение Дмитрия Курдюмова. На пару минут буквально уйдем из эфира и скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, это особое мнение Дмитрия Курдюмова, секретаря общественной палаты Кировской области и главного врача Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Продолжаем мы про дороги. Дмитрий Александрович, у нас есть вопрос на сайте eho.kirov.ru. Александр Борисович задает вам вопрос. Будут ли устраняться ямы, не соответствующие ГОСТу на дорогах, которые не попали в список общественной палаты? Ну, здесь, наверное, нужно сначала внести уточнение. Какие дороги? Это дороги федерального значения, это дороги региональные, межмуниципальные, либо дороги местного значения. Если говорить, я могу предположить, что это вопрос в большей степени про город Киров, то мы сейчас говорили про ремонт, который будет происходить в рамках, ну, скажем так, понятия как ремонта дорожного покрытия. Что касается текущего содержания, мы этот вопрос тоже задавали администрации города Кирова. есть действующие контракты по текущему содержанию, где предусмотрен ямочный ремонт. И, безусловно, опять же, могу транслировать ответ администрации о том, что ямочный ремонт будет продолжаться. В рамках текущего содержания. Хорошо. Давайте поговорим о голосовании на совете общественной палаты. Вы предложили кировчанам, собственно, проголосовать за те дороги, которые нужно, по их мнению, отремонтировать в первую очередь. Я посмотрела вчера, у вас чуть больше трех тысяч человек проголосовали, да? Проголосовало где-то около четырех тысяч человек, по-моему. Хорошо. Да. Сейчас я открою точные цифры, но... Какие самые популярные дороги? За какие дороги голосуют кировчане? Вот, что касается голосования по... Мы голосование строили по каждому муниципальному образованию. Голосование по городу Кирова и основной принцип какой... Ну, принцип, которым пытались придерживаться, итоги голосования не должны никоим образом задерживать начало дороги. Ремонт дорог. Ремонт дорог. Поэтому, с учетом того, что готовность к началу ремонта дорог в городе Кирове была, скажем так, наивысшей всех муниципальных образований, мы первым делом как раз и организовали голосование по ремонту дорог в муниципальном образовании города Кирова и первым делом подвели там итоги. Ну, улицы Павла Корчагина, наверное. Ну, вот, я могу сказать, что всего проголосовало у нас 3917 человек. Окончено ли голосование или нет, ну, мы не стали его останавливать, мы просто подвели итоги голосования. Ну, сделали ли сюда какую-то отсечку. Да, сделали это 6 июня и направили соответствующее письмо в администрацию города Кирова. Ну, и, естественно, до этого мы с представителями администрации обсудили это на рабочей группе. Ну, вот какие еще улицы? Улица Павла Корчагина набрала 838 голосов. Проспект Строителей, это в микрорайоне Радужный, 745 голосов. Улица Лесная до улицы Советская и до улицы Потребкой операции 468 голосов. Это я в порядке убывания считаю. Улица Ульяновская от улицы Шорса до улицы Рима-Юровской 265 голосов. Ну, с лидерами понятно? Ну, вы знаете, многие писали нам, скажите, мы не видим дороги, которые нужно ремонтировать в перечне для голосования. Действительно такое могло быть. Хочу напомнить, что вот изначально в бюджете города Кирова на ремонт дорог, ну, это цифра, которую я, скажем так, слышал, и она озвучилась на круглом столе, который был первый проведен еще в апреле, на ремонт дорожного покрытия было предусмотрено 16 миллионов рублей. Дальше, ну, совсем не та цифра. Дальше, после того, как, ну, всем стало очевидно, что это не та сумма, были найдены, ну, непростое было решение, найдены дополнительные источники. Но и на сегодняшний день эта сумма составляет более 400 миллионов рублей. Естественно, нам голосовать за все дороги в этом году было бы неправильно, потому что победившая дорога, которая не имеет проекта смертной документации, не готова к аукционным процедурам, ну, не была бы отремонтирована в этом году вовремя. Совершенно справедливо. И были только те дороги, которые, и не только по городу Кирову, и по другим муниципальным образованиям, на которые была подготовлена, либо в высокой степени готовности, вот, проектно-сметная документация. Она происходит, а по ней идет не только подготовка, но еще и процесс ее согласования и утверждения. И он достаточно, ну, скажем так, длинный. Я про другое хочу спросить еще. Когда мы узнаем, будут ли голоса людей, услышанные в городской администрации? И насколько будет соответствовать список ремонтируемых дорог результатам голосования? Вот я ушел до рассмотрения этого вопроса как раз, да? Да, да. Но, насколько я видела в этой администрации города Кирова, там было дословно, что все вот эти приоритетные участки, они будут учтены и отремонтированы. А вот скажите мне, по вашему мнению, вообще, должны ли люди, граждане и жители города решать, какие дороги надо отремонтировать в первую очередь? Может, это должны решать все-таки профессионалы, потому что есть, например, улица в микрорайоне Радужный, я сейчас никого не хочу обидеть, но по ней ездит, очевидно, меньше машин, чем, например, по улице, там, Ленина в городе Кирове. То есть, должны ли люди это решать? Может, это все-таки должны дорожники делать? Я так и знал, что вы меня это спросите. Но, если серьезно, действительно, очень сложный вопрос, который, наверное, я отвечу, что по части дорог, скажем так, общего пользования, которые не влияют на развитие какого-то конкретного, скажем так, производства, ну, какой-то, скажем, в перспективе инфраструктуры, должны принимать решения и могут принимать решения жители нашего региона и города Кирова. Но если эта дорога должна быть построена как для развития, скажем так, нового микрорайона, для в процессе организации какого-то производства на этом участке, в части, ну, это как часть, там, соглашения между, там, правительством и республикой и потенциальным инвестором, то здесь, конечно, решение должно приниматься, ну, скажем так, профессионалами с точки зрения, ну, экономической целесообразности. Я согласен с вами, что есть участки дорог, находящиеся в безобразном состоянии, по которым проезжает не такое большое количество людей, как по улице Павла Корчегина, либо по аспекту строителей, и они априори не могут набрать топ, войти в топ и набрать столько-то голосов, но не вызывает сомнения, что их надо ремонтировать. Здесь, наверное, надо сказать, что, безусловно, здесь необходимо, ну, здравое решение, потому что если есть, скажем так, какой-то район, либо микрорайон, который не имеет, скажем так, такой проходимости, либо интенсивности движения, такого трафика, да? Да, такого трафика, как улицы набравшие, пошедшие в лидеры, то там нужно принимать, ну, скажем так, индивидуальное решение. Но это индивидуальное решение нужно принимать, наверное, врага какого-то другого бюджета, а не ущерб. Ну, условно забронировано для этих целей. Ну, скажем так. И по части дорог, с учетом экономической целесообразности, либо социальной, скажем так, необходимости, потому что по дорожному полотну, естественно, к какому-то небольшому микрорайону не может нормально быстро приехать там. И скорая помощь, невозможно там своевременно добраться и другим службам, экстренным службам. Здесь решение уже принимается не только жителям нашего региона. Дмитрий Александрович, вот скажите, пожалуйста, вы сами себе какую ставите задачу? То есть вы входите в группу по общественному контролю за ремонтом дорог. Вот чего вы в итоге хотите добиться? Самый частый вопрос, который я задаю себе сам, вот, и, наверное, достаточно часто мне задают, ты окружаешься, что ты хочешь. Я отвечаю следующим образом. И для себя поставил такую цель. Мы не изменим ситуацию глобально, безусловно, по ремонту дорожного покрытия там в регионе в целом. За один год. Мы говорим всем, что это проект не одного года. И мы формируем, соответственно, информационные ресурсы, интерактивную карту и памятки общественного инспектора, и полезную информацию, и разработанные информационные, скажем так, ресурсы, в котором работают муниципальные образования, актуализируют информацию по контрактам по ремонтированию участков дорог. Мы это делаем, планируем выпустить и мобильное приложение, и сейчас мы оцениваем, сколько займет времени, какие будут трудозатраты, в том числе по, скажем так, создании мобильной версии сайта общественной палаты. Как вы понимаете, эти вложения, они не предполагают, скажем так, оплату труда. Нет, я хочу сказать по-другому, что это не предполагает, что проект будет существовать только один год. В этом году я считаю, что если в части дорог исполнители будут регулировать дорожное движение, и по выравнивающим условиям, если не будут проезжать, благодаря этому грузовики, многотонная машина, и будут по-другому подготовлены основания, и, соответственно, асфальт пролежит на какой-то процент, на несколько месяцев, может быть, на год дольше, чем если бы это было с неподготовленным участком дороге, это уже достижение. Я думаю, что люди начали принимать, благодаря вот такому широкому обществу, и, в общем-то, надо сказать, что мы видим и полную поддержку этого, и правительства Кировской области, и взаимодействует администрация города Кирова. После непростого диалога с Советом муниципальных образований удалось объяснить, что это необходимо всем и муниципальному образованию. Я думаю, что это полезно и им, в первую очередь. Если я поняла правильно, вы хотите сделать это системой? Да. Мы хотим, чтобы это работало довольно. Ну, и у нас с вами осталось 4 минуты. Я предлагаю эти 4 минуты посвятить законодательной инициативе, которую, я надеюсь, получит Общественная палата Кировской области. Насколько я знаю, завтра снова внесут на ОЗС законопроект, который предлагает наделить Общественную палату законодательной инициативой. В прошлый раз, к сожалению, он не прошел. Я знаю, что там было переголосование. А как вы считаете, завтра проголосуют за вас, поддерживают депутаты ОЗС? Вы знаете, голосуют и принимают решения депутаты. И ставить прогнозы на то, как оно состоится, я не вправе и не буду. Но вы же ввели с ними подготовительную и консультационную работу. Я лишь хочу сказать то, что порядка 20 регионов уже обладают правом законодательской инициативы. И сегодня на Комитете по законодательству местному самоуправлению этот вопрос снова обсуждался. Надо сказать, что прежде всего я хочу поблагодарить тех депутатов, кто проголосовали за в прошлую сессию. А для того, чтобы все понимали, нужно квалифицированное большинство. Это не просто большинство. Большинство депутатов проголосовало. Требуется квалифицированное большинство. 33 депутата поддержало, надо 36. Как выяснилось, потом произошли какие-то технические сбои. Мы общались с теми депутатами, кто отдавал, скажем так, сам не присутствовал. И они, как ни странно, говорили, моя позиция другая. Я хотел бы, чтобы мы голос использовали иначе. Ну и, безусловно, видимо, в прошлый раз мы провели недостаточную работу. Нужно все-таки объяснять, зачем это надо. Мы беседовали с теми... Какой самый сильный аргумент, зачем это надо? Вы понимаете, это не 55-й депутат. Это дополнительный субъект инициативы голосуют все-таки депутаты. И решение... Были многие аргументы. Будет, скажем так, решение не совсем взвешенное. Но, наверное, он сразу разбился и был развеян, в общем-то, даже другими депутатами. Ну, там уже 48 членов и сбывшие депутаты. Одна минута у нас до конца. Да. Решение принимается на пленарном заседании. Большинством голосов. Были замечания о том, что это привлечет дополнительные расходы. Но я могу сказать, что уже 10 сентября был принят 2-3 чтение закон о региональных общественных палатах, который ставит точки в некоторых вопросах общественного контроля органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов на власти. Но еще и касается вопросов финансирования оплаты. Там регламентируется, по-моему, как раз объем расходов. Да, совершенно верно. Голосуют как раз депутаты. И самое главное, если законопроект, он подготовлен, скажем, от инициативы конкретного гражданина, он прошел обсуждение с участием органов спектрной власти, за него проголосовало большинство на пленарном заседании общественной палаты, он может быть внесен и подготовлен аппаратом общественной палаты. И закатная инициатива – это то, наверное, к чему нужно относиться бережно, я считаю. Говорят, а сколько у вас законопроектов, которые вы готовы внести? Я не готов сказать. Ну, в общем, по принципу всех врачей не навреди. Как минимум, 3 законопроекта я могу уже готовы, но, так или иначе, это закон общественного контроля, это поправки в закону 375 ЗООО общественной палаты Кировской области в связи с выходом федерального, и давно уже обсуждается закон о дисплатном юридической помощи. У нас, к сожалению, на этом закончилось время. Это было особое мнение Дмитрия Курдимова, секретаря общественной палаты Кировской области, главного врача центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. И я желаю вам завтра удачи. Спасибо вам. Спасибо. Да, всего доброго и до свидания.